всем привет добро пожаловать на мой канал в этом видео хочу ответить на некоторые ваши вопросы начну я с инстаграм сейчас вы увидите вот здесь вот скриншот моей страницы также я оставлю ссылку под видео также есть ссылка на мой инстаграм в разделе о канале кто спрашивал кому интересно проходите подписывайтесь я планирую проводить прямые трансляции скором будущем так что добро пожаловать днем первый вопрос вы русская да я русская ок следующий вопрос давно ли я живу в турции в турцию я приехала в декабре 2012 года затем через какое-то время я уезжала в россию потом приезжал а потом переезжал но в общем в общей сложности в турции я пять лет почему не было родственников на свадьбе родственников на свадьбы не было потому что не было свадьбы вполне логичный ответ то есть смысл вести родителей старых пожилых никакого не было поэтому не было свадьбы не было родственников и так следующий вопрос а как и ради в школе и ради в школе очень нравится она ходит с большим огромным удовольствием сейчас она болеет уже три дня простудилась не очень сильно но все равно она дома и очень скучает и говорит мамочка когда я уже пойду в школу вот завтра уже буду ее отправлять контролирует состояние и рады в школе врача здесь почему-то нету насколько я помню у нас в школе был врач здесь почему-то нету врача нету но контролирует учительница следить чтобы она не ела ничего запрещенного как следить наверное так посматривают а так никто конечно прям чтобы контролировали следили там мерили сахар или еще что-то такого к сожалению нету поэтому у нас вот одно измерение сахара в день выпадает перед обедом потому что она в школе это конечно очень печально но мы будем как-нибудь решать этот вопрос знаю ли я турецкий язык как многие заметили я уже опять же об этом говорила мы принципе постоянно разговариваем на русском я сижу постоянно дома то есть такой острой необходимости общения разговора у меня нет и в принципе мне даже не с кем и общаться только если этом вышла на улицу с мамочками там что-то двумя словами перекинулась или там с родственниками в магазин или куда-то или вообще везде я езжу с мужем вот с мужем конечно мы разговариваем на турецком когда надо когда на русском но на русском конечно больше фильмы я могу смотреть соответственно там писать если надо поговорить могу а вот понимаю я хорошо вот но разговорные у меня не очень опять же из-за того что вот от недостатка практики скажем ничего это дело поправимо до многие заметили наверное просто не все постеснялись написать да у нас у и джирюшки есть некоторые проблемы с глазами вернее с одним глазом когда она родилась мы сначала не замечали а потом уже примерно в месяц было заметно что у нее один глаз меньше другого вот мы ходили по врачам конечно же но выписывали капли особо ничего потому что не смотрели потому что маленькая потом когда она немного подросла уже стало вообще сильно заметно один глаз вообще был очень узкий как у китайца второй как бы широкие мы опять же ходили по врачам смотрели говорили что со зрением все в порядке все хорошо опять же выписывали капли ну никто не знает никто не понимает что это вот сказали ждать вот мы недавно ходили но сейчас конечно не так заметно и то она периодически вот у нее она так делает что у нее все ровно даже не видно а периодически бывает такое что видно но сказали что нужно ждать возможно эта проблема уйдет вот но действительно есть такой момент что вот я замечаю что она стала меньше дергать меньше его щурить но не знаю пока еще капли это вообще бред я сказала сразу даже я не буду капать уже 125 раз причем тут этот глаз и капать то есть я уже сто раз капала грудут причина абсолютно в другом потому что я читала что да есть такая такое заболевание или что-то оно как-то называется уже не помню что да один глаз немножечко меньше а другой больше тут как бы это врожденное вроде как ничего не сделать ну не знаю посмотрим врач сказал прийти попозже когда немножечко подрастет тогда уже будут смотреть что можно сделать может быть операцию может быть еще что-то в общем вот так надеюсь ответил просто ли я езжу во владивосток свой родной город к сожалению нет я уже три года там не было ближайшем будущем поездок не планируется так как да правильно вы подметили владивосток находится очень далеко от турции билеты очень-очень дорогие и чтобы нам поехать всей семьей это очень-очень большие деньги для нас и даже чтобы поехать мне одной а у меня дети соответственно 1 я поехать никак не могу так что вот так вот надеюсь что когда-нибудь будущем у меня будет такая возможность и показать детям россию увидеть своих близких и родных но пока к сожалению такой возможности нету и муж по гороскопу мой муж стрелец а кто я пожалуйста угадайте напишите в комментариях мне будет интересно кто этим увлекается кто немножечко в этом понимает напишите но я думаю что многие из вас догадаются потому что действительно ярко выраженные признаки тут трудно не догадаться так что жду ваших комментариев по этому поводу мое образование как многие мне пишут что я там колхоз из деревни приехала без образования там даже и школу то не окончила хочу вас огорчить у меня высшее образование я переводчик китайского языка училась в высшем учебном заведении в восточном институте вот как называется полное название института дальневосточный государственный технический университет и специально для вас я даже засняла свой диплом дорогие мои мой диплом сейчас я вам покажу покажу вот город владивосток федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования дальневосточный федеральный университет но когда я поступала он еще был дальневосточный государственный технический университет присуждена квалификация лингвист переводчик по специальности перевод и перевода ведения специальность перевод и перевода ведения китайские английские языки так что вот так считаю ли я что рожать детей это проявление эгоизма это очень интересный вопрос кстати спасибо вообще очень интересный потому что смотря под каким углом на него посмотреть первый вариант скажу так когда это проявление эгоизма когда женщина не рожает детей не потому что у нее какие-то там проблемы со здоровьем или какие-то другие жизненные обстоятельства которые мешают ей это сделать но она безумно этого хочет а когда женщина сама целенаправленно этого не делает потому что там она ставит превыше там себя свои какие-то там работу карьеру или вообще свои какие-то жизненные принципы что она там хочет погулять нагуляться или вообще пеленки там это не для нее то в этом случае конечно в этом случае не рожать детей это эгоизм да но если посмотреть по другим углом например если с моей колокольни да то есть то в моем случае наверное да можно где-то назвать это проявление эгоизма потому что я безумно люблю детей да у меня уже есть два ребеночка да две моих замечательных дочечки и если бы у нас была бы возможность финансовая и не было бы некоторых проблем со здоровьем то я бы наверное рожала бы еще бы несколько я точно бы родила потому что мне очень-очень трудно осознавать и мне хочется плакать рыдать и просто я схожу с ума от мысли что когда-то их не будет рядом и что когда-то я останусь одна они куда-то уйдут и будут без меня и для меня это очень-очень болезненно и трудно поэтому конечно я поэтому хочу еще детей чтобы как можно дольше не оставаться одной без них то да наверное в моем случае это где-то даже эгоизм потому что я думаю как бы о себе о том как вот мне будет хорошо как мне будет приятно то да где-то можно сказать что да где-то и в этом эгоизм тоже ну надеюсь я ответила немножечко сумбурно но я думаю вы поняли где мой муж так хорошо научился разговаривать по-русски я уже говорила про это скажу еще повторю потому что появилось много новых зрителей подписчиков когда мы начали встречаться с моим мужем мы были в россии соответственно познакомились в россии мой муж на тот момент русский практически не знал и я турецкого тоже поэтому он пытался научиться разговаривать по-русски а я пыталась его научить потому что турецкому я учиться не собиралась мне хватало моего китайского вот и турецкий тогда у меня никакого интереса не вызывал он стал у меня вызывать интерес уже позже когда я поняла что что-то там попахивает долгосрочными отношениями с перспективой на свадьбу вот ну и на протяжении многих лет которые мы вместе конечно мой муж все лучше и лучше знает русский где работает мой муж мой муж работает в строительстве следующий вопрос почему мы же не живем в бодруме а живем в водопозары в бодруме мы жили всего лишь несколько месяцев потому что муж там работал вот водопозары потому что здесь живут его родители сестра брат вот родные люди это его родной город в котором он родился поэтому соответственно мы живем здесь мы какое-то время также жили в Стамбуле мой Стамбул привет обожаю Стамбул но по некоторым причинам нам пришлось приехать сюда я конечно очень плакала и говорила давай назад вернемся давай вернемся но опять же есть определенные обстоятельства по которым мы должны жить здесь потому что мужу хочется быть поближе к родителям мужу не нравится вот этот бешеный ритм Стамбула он привык все-таки более к чему к спокойному ему не нравятся пробки вот эти по два часа добираться с работы то есть да стоять в этих пробках чтобы куда-то поехать это опять нервотрепка то есть нам мне моим детям и мужу комфортнее жить здесь хотя все равно если бы была бы такая возможность я бы конечно выжила в своем любимом Стамбуле потому что я Стамбул очень люблю ну вот и все вопросы на которые я хотела ответить в этом видео если вас что-то интересует пожалуйста задавайте вопросы я с удовольствием на них отвечу всех целую обнимаю всем пока увидимся в следующем видео всем пока всем пока всем пока пока муах 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 муах